Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Вот лишь некоторые темы выпуска. Память поколений. Сотни чебоксарцев возложили цветы к вечному огню в День памяти и скорби. Новые технологии. В Новочебоксарске открылся завод по изготовлению железобетонных изделий. Королева спорта. В столице Чувашии завершился третий день чемпионата России по легкой атлетике. Сегодня День памяти и скорби. Ровно 75 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистские войска без объявления войны начали обстрел советских территорий. Так началась самая кровопролитная в нашей истории Великая Отечественная война. Сотни чебоксарцев возложили цветы к монументу славы в память о погибших солдатах. Только представьте, каждую минуту на войне погибали в среднем 13 человек. Если по каждому из погибших объявлять минуту молчания, то страна затихнет на 50 лет. В годы войны боролись с фашизмом более 200 тысяч солдат из Чувашии. Каждый второй остался на полях сражений. До сих пор их имена болью отзываются в наших сердцах. Иван Власов помнит тот день, как сейчас. Будучи пятилетним мальчиком, он уже тогда осознавал, что произошло что-то страшное. В считанные дни старшие братья ушли на войну. А потом одно за другим стали приходить печальные известия. Одно приходит письмо погибших. Другой, наверное, раненый. Старший приехал бы наш. Так. И другой в Стальнеграде погибает. Вот мы уже видим без рассказа, почему мать плачет. О том, что война – это страшно, сегодня знают и те, кто не был ее свидетелем. Истории военных лет Александру рассказывал его дед-ветеран. Сегодня молодой отец пришел на Лею Славу с маленькой дочкой Лизой, чтобы и она знала о подвиге своего прадеда. Очень скорбный день. Для всех, для каждой семьи он что-то значит. Кто не помнит о прошлом, у того нет будущего. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика. К этой теме мы еще вернемся в нашем выпуске, а сейчас другие новости дня. Итоги саммита Международного Олимпийского комитета в Лозанне и дальнейшая судьба российской королевы спорта обсуждаются на всех уровнях. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций об отстранении российских легкоатлетов от международных соревнований, в том числе и от Олимпиады, в Рио МОК поддержал. Однако отметил, что вопрос по каждому спортсмену будет рассматриваться индивидуально. Это заявление прозвучало перед началом вечерней соревновательной программы второго дня чемпионата России, который сейчас проходит в Чебоксарах. Как руководство Всероссийской Федерации, тренеры, спортсмены и даже болельщики восприняли новость в нашем следующем сюжете. Второй день чемпионата России по эмоциональной окраске стал полной противоположностью предыдущего. После жесткого вердикта ИАА в соревнованиях, казалось бы, потеряли статус предолимпийского отбора. Однако МОК оставил российской королеве спорта шанс на участие в главных стартах четырехлетия. Конечно, это такой лучик, забрежил луч радости некоторый для нас, но все-таки надо быть очень внимательным и аккуратным. Это всего лишь рекомендации, базирующиеся причем на решении Международной Федерации. Единственное, что есть два таких очень важных и существенных нюанса, которые вот как раз и настраивают на позитивный лад. Во-первых, гораздо более широко толкуется понятие спортсмена, который может выступать на Олимпийских играх. Речь идет о чистых спортсменах, которые должны доказать свою чистоту, а не только лишь о тех, кто якобы где-то за рубежом должен был готовиться, как предписывает ИАФ. И второе, это то, что россияне, если они попадают на Олимпийские игры, они могут выступать под российским флагом. Что, на мой взгляд, конечно, абсолютно правильно. Оглашение МОК не могло не сказаться на результатах спортсменов. Действующий чемпион мира в барьерном спринте Сергей Шубенков, безусловно, один из главных претендентов на Олимпийское золото. На чебоксарском старте он в очередной раз подтвердил это, показав лучший результат соревнований – 13,2 секунды. В 1984 году его мама не смогла принять участие в Олимпиаде в Лос-Анджелесе, которую бойкотировал СССР. Сына, казалось бы, ждала похожая история. Я удивлен, как может такое огромное количество событий вложиться в три дня, и два из которых – выходные. Вот это же самое удивительное. Ну, конечно, много всего, много всего передумал, много всего хотел сказать на этот счет, но, я так понимаю, это все было, сейчас уже ничего не важно. Ну, и, конечно, настроение это повлияло. Вот, конечно, хорошо, что СССР все-таки оставляет. Хотя, конечно, там очень много условий выставлено, я так понимаю, но я надеюсь, что уж я-то этим условиям буду соответствовать. Особое внимание зрителей было приковано к сектору прыжков с шестом. Здесь впервые после практически трехлетнего перерыва на старт вышла Елена Исенбаева, чтобы отобраться на Олимпиаду в Рио и на этом завершить свою спортивную карьеру. Если бы МОК закрыл дорогу российской сборной в Бразилию, ее последнее выступление было бы в Чебоксарах. Здесь она еще раз доказала, что достойно попасть на Олимпиаду. С первой же попытки ей удалось преодолеть планку, расположенную на высоте 4 метра 60 сантиметров. Далее 4,70, 4,80 и заветная победная высота 4 метра 90 сантиметров, которая стала лучшим результатом не только на чемпионате России, но и в сезоне. Ну что я должна сказать? Главное, чему мы все дружно должны быть рады, это то, что Елена Исенбаева прыгнула лучший результат сезона в мире. Поэтому шлю огромный привет своим соперницам из России. Я безумно счастлива, что вернулась на тот уровень, с которого ушла в декрет. Я буду сейчас задавать иски. Если мой иск удовлетворят в кассе, значит я имею право выступать. Что самое приятное было, вот лично для меня сегодня, это то, что все спортсмены, из которых будут удовлетворены, будут выступать под российским флагом. Это победа. Так что я отчаянная была вчера, но очень оптимистичная сегодня. В сопротивлении Елене Исенбаевой оказала представительница Москвы и Чувашии Анжелика Сидорова. Спортсменке удалось поставить новый личный рекорд. 4 метра 80 сантиметров в помещении сменили 4 метра 85 сантиметров, показанные на стадионе. Однако саммит в Лазанне тут ни при чем. О его итогах спортсменке было неизвестно. Я не знала об этом. Мне так и сказали. Но мы настраивались все равно по полной сдаваться. Мы не собирались. Мы думали бороться в любом случае. После окончания соревнований в секторе прыжков с шестом на трибунах раздался гимн России в исполнении зрителей. Так болельщики выразили свою поддержку в адрес спортсменов, столкнувшихся с жестокой несправедливостью. Сегодня просто сногсшибательная поддержка зрителей. И мы сегодня, конечно, были ошеломлены, как зрители начали петь гимн России. Это, безусловно, ну, знаете, как такой некий бальзам на душу для спортсменов, для тренеров. Это просто я с огромной благодарностью хочу обратиться к зрителям, что они пришли и болеют за нас на этом чемпионате. Я помню, как еще год назад мы здесь, когда выиграли командный чемпионат Европы, была тоже сногсшибательная поддержка. Но сейчас сложившаяся ситуация, но в такой сложной для нас ситуации, поддержка очень важна и огромная. Спасибо всем вам. Поддержать российских спортсменов пришел и глава Чебоксар. Леонид Черкесов поздравил Елену Исинбаеву с отличным стартом и пожелал успехов на пути к Рио и на самой Олимпиаде. Екатерина Абрамова, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Олег Якимов, Республика. Производство нового уровня. В Новочебоксарске открылся завод по изготовлению железобетонных изделий. Проект реализовали в рекордные сроки – 10 месяцев. Политика импортозамещения диктует новые условия для развития экономики региона. Строительная сфера развивается бурными темпами и вопрос о собственном производстве материалов актуален и важен как никогда. С открытием Чебоксарского домостроительного комбината эта проблема стала решаемой. Проектная мощность предприятия – более 100 тысяч кубических метров железобетона. Это равно 140 тысячам квадратных метров жилья в год. Каркасно-панельная технология дает возможность строить качественное и в то же время недорогое жилье. С завода выходят стеновые панели под ключ, облицованные кирпичом или клинкерной плиткой. Производство работает на современном финском оборудовании. Он дает максимальное качество, где однозначно технология не будет нарушена. Это будет в заводских условиях и быстро собираться. Вот самые главные два плюса. В Новочебоксарске практически сформирован строительный кластер. Домостроительный комбинат – еще одно предприятие группы компании «Экоклинкер». Основным инвестором проектов является военно-промышленный банк. В строительство этого завода было вложено около 2 миллиардов рублей. Срок окупаемости – 5 лет. Как отмечает председатель совета директоров банка Юрий Колток, в республике создан благоприятный климат для развития бизнеса. Что, в свою очередь, невозможно без поддержки власти. Очень рады, что соответствуем критериям, которые банк предъявляет сегодня и компании к республике. Я надеюсь, что мы будем еще участвовать и в продвижении этого проекта. Это существенная налогооблагаемая база. Это вливание новых технологий. Это большой объем инвестиций, которые сегодня пришли на эту площадку. Это в целом повышение имиджа республики, не только в ее границах, но и за пределами. Дополнительно создано 700 рабочих мест. Предприятие уже обеспечено заказами. Площадкой для реализации продукции станет не только Чуваши, но и соседние регионы. Мариэл, Татарстан, Нижегородская область. На полную мощность завод выйдет в следующем году. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. О состоянии лесного фонда, объектов культурного наследия и создании условий для детей с особенностями развития здоровья говорили на заседании правительства Чуваши. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Павлов рассказал о работе ведомства в прошлом году. В частности, проанализировал результаты в области лесных, водных отношений, природопользования, охраны окружающей среды. В 2015 году в Чувашии обошлось без лесных пожаров. Это лучший результат по России. Продолжается работа по восстановлению лесов, пострадавших от пожаров 2010 года. По данным лесопатологического мониторинга, проведенного Российского центра защиты леса, лесные участки на площади более 3000 гектаров, пройденные в 2010 году низовым пожаром, перешли в категорию погибших. Таким образом, по состоянию 20 июня 2016 года, общая площадь погибших насаждений составила 10 тысяч гектаров. И расчищено 6798 гектаров, или 68 процентов. Из них восстановлены леса 3052 гектара, это 45 процентов. И наша задача в течение пяти лет полностью восстановить дальние леса. Одна из задач министерства – войти в федеральную программу по финансированию строительства защитных сооружений на реке АллатРь, где ежегодно около тысячи человек попадают в зону затопления от паводка. Кроме того, министр природных ресурсов проинформировал о создании эффективной системы управления отходами и о рекультивации пехтулинской свалки. На заседании утвердили и порядок установления льготной арендной платы для неиспользуемых объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. Одно из условий договора – арендатор обязан провести ремонтные и реставрационные работы в установленный срок. Желание хорошее. Будет ли на самом деле тот эффект, который мы ожидаем в реальном секторе? В 2015 году министерством была проведена инвентаризация объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности и собственности муниципальных образований. И было выявлено 8 объектов, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. И четыре памятника находятся в Марпасадском районе, два в Ядринском, по одному в Козловском, Цивильском районах. И дело в том, что работу по подготовке данного постановления мы начали еще в первой половине 2015 года. И уже вели такую разъяснительную работу с потенциальными инвесторами. На сегодня есть реально люди, которые готовы вложить деньги. По решению правительства Чебоксаром и Новочебоксарску будут выделены порядка 5 миллионов рублей. Эти средства необходимо оборудовать детские сады по программе «Доступная среда». Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. В преддверии праздника в Чебоксарах открылся новый комплекс по обработке осадков. Современная станция решит немало экологических проблем. С ее возможностями познакомился и глава республики Михаил Игнатьев. Недавно вопросы охраны окружающей среды рассматривали в Чебоксарах на выездном заседании Совета Безопасности. Если взять итоги и комплексную оценку, который был проведен на прошлом заседании Совета Безопасности и полномочного представителя президента Российской Федерации в Привовском федеральном округе, с участием моих коллег, они были печальны, удивлены, что вот этот проект реализован. На протяжении многих лет промывные воды и осадок, который оставался после фильтрации, вытекали обратно в Волгу. С открытием нового комплекса эта проблема решится. Сбросы прекратятся, из-за отходов на станции будут производить обезвоженный ил. Этот материал можно использовать для благоустройства улиц. Весь тот осадок, который будет брикетирован и использован будет в городском хозяйстве, в сельскохозяйственном производстве. Зеленстрой мы планируем будет использовать в теплицах своих, питомнике, ну и на наших городских улицах. На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено порядка 300 миллионов рублей. Активная фаза строительства комплекса началась три года назад. Работы были завершены даже раньше намеченного срока. Подрядчики отмечают, что в республике подобные объекты не возводил еще никто. Проблемные вопросы решали оперативно. Семь раз переработали проект. Проектировщики работали. И мы сами засучили рукава. Наши чувашские проектировщики, питерские проектировщики в итоге дали вот такой результат. Результат, я уверен, хороший получился. В рамках реализации проекта по займу по Международному банку реконструкции и развития Чувашская республика в настоящее время выполняет все взятые на себя обязательства, действует в соответствии с заключенным контрактом. Пока у министерства строительства, но я и будущее, думаю, что и в ближайшее время, и до завершения этого проекта не будет никаких нареканий. Очистного комплекса такого уровня нет ни в одном регионе ПФО. Столица республики станет первым городом, где решится проблема утилизации осадков. Мы природосбережением должны заниматься, должны обращать серьезное внимание на экологическую безопасность, потому что от этого зависит и здоровье, и жителей, и селян, и горожан. Мы это делали, комплексно проводим соответствующую работу. Это сложнейший технологический процесс. Вдобавок ко всему оснащенный современной технологией и электронной системой управления. Это высокий уровень качества и готовности продукта, то есть данной станции, очищать воду и обеспечивать безопасность и жителей Чебоксар и неслежащих регионов от этих загрязняющих и реку, и рельеф окружающей местности отходов. Эффект от строительства этого комплекса в первую очередь на себе почувствуют горожане. Вода, очищенная по инновационной технологии, станет чище и приятнее на вкус. Экономический эффект от реализации проекта уже подсчитан. Каждый год Чебоксарский водоканал компенсировал до 6 миллионов рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Теперь эти средства будут выделять на другие цели. Андрей Ковалев, Ироссель Мухамедов, Республика. Сегодня же председатель правительства Чуваши Иван Моторин встретился с делегацией итальянской провинции Марки. Бизнесмены Сапенинского полуострова приехали в Республику для участия в 25-й межрегиональной выставке «Регионы сотрудничества без границ». Италия – давний торгово-экономический партнер Чуваши. Оборот в 2015 году составил более 15 миллионов долларов США. Двусторонние встречи деловых кругов проходят регулярно. Чувашская республика сотрудничает с Италией в промышленной и строительной сферах в области науки и культуры. Наши предприятия приобретают комплектующие итальянского производства, технологии по утилизации источных вод, а также сотрудничают с итальянскими дизайнерами по созданию современных изделий из трикотажа. Но в условиях экономических санкций, которые наложил на нашу страну Евросоюз, товарооборот уменьшается. Италия выступает за отмену санкций. Срубежные бизнесмены хотят сотрудничать в области обувной, пищевой промышленности и в сфере туризма. Наши предприниматели знают итальянскую продукцию, готовы к сотрудничеству. И я надеюсь, что на завтрашней встрече они найдут понимание и возможности с участием уже компании вашей провинции реализовывать новый проект. Возвращаемся к памятной дате. Деревня Ураева-Мага из Чебоксарского района торжественно открыли мемориальный комплекс памяти погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн. В ансамбль мемориального комплекса деревня Ураева-Магась входит часовня в честь Успения Божией Матери, памятник погибшим в Великую Отечественную войну и аллея славы героев. Почти 20 лет назад жители решили установить памятник и участникам Первой мировой. 80 мужчин из деревни Ураева-Магась участвовали в Первой мировой. Многие так и остались на полях сражений. Удалось собрать жителей двух деревень Ураева-Магась и Верхний Магась. Вот решили на самом высоком месте поставить памятник. Это было в 95-м году. А поставить мне помогли много организаций. Где-то более 40 организаций города Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района. Большую финансовую поддержку оказала дочь ветерана Первой мировой Зоя Гаврилова. С утра односельчане и гости собирались у подножия монументы с цветами. У каждого из них есть кого помянуть. История России, к сожалению, изобилует войнами и вооруженными конфликтами. Объединяют все воины этот монумент. Здесь каждый житель может соприкоснуться не только с историей Великой Отечественной войны, но и с историей мы видим Первой мировой войны. У меня у самой погиб сын в Афганистане в 85-м году. Война пришла в мой дом именно 22 июня 85-го года. Привезли мне сына, конечно, день памяти и скорби. Скорбь-то она уж не проходит, вот совершенно не проходит. Когда я был пацаном, ну, семи-восьмилетним, что называется, я помню своего покойного отца, когда он ставил 9 мая портрет моего дяди, кстати, Александра Васильевича Кочурова, в честь кого его назвали. Я воспринимаю сопричастность не только как должностное лицо, но как житель Чувашии, как житель России, как житель Чебоксаровского района. Нет в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Сейчас вот эти мероприятия мы подчеркиваем слова этой песни. Спасибо всем за память. Родион Архипов, Игорь Змеев, Республика. В День памяти и скорби по всей России прошла акция «Свеча памяти». К акции присоединились и сотрудники МВД Почувашской республики. 21 июня ровно в 22 часа в Чебоксарах у монумента воинской славы министров внутренних дел Республики Сергей Неяскин, руководители подразделений министерства, ветераны и представители общественного совета при МВД почтили память погибших в годы войны защитников Родины минутой молчания и по траурную музыку возложили к памятнику «Свечи и цветы». В День памяти и скорби чебоксарские школьники прошли образовательным маршрутом по Парку Победы. Наша съемочная группа присоединилась к живым урокам. Трофейная фляжка, увиденная в военном музее. Растения в лесу, которые мы зарисовывали в школьных тетрадках, трепет от прикосновения к стенам старинного здания, где в свое время жил и творил известный писатель. Все это заставляет не только узнавать, но и чувствовать. Живые уроки за пределами класса уже стали неотъемлемой частью школьной программы. Чебоксары – город возможностей, там на неведомых дорожках Чебоксары – город Побед. Так называются пешие экскурсии, разработанные для школьников Чувашии. Сегодня мы проводим экскурсию Чебоксары – город Побед в рамках живых уроков образовательный туризм. Конечно же, очень приятно было увидеть у нас сегодня и воспитанник 41-й школы. Тем более, что наша экскурсия совпала с очень памятным днем – днем начала Великой Отечественной войны. За двухчасовую программу ребята успели пройти курс молодого бойца, сразиться в интеллектуальной викторине, научиться ходить маршевым шагом и попеть песни о войне. Сегодня на экскурсии я узнала о войне. Мне понравились танки и самолеты. Это было очень интересно. Также мы разгадывали кроссворды и составляли слова из запутанных букв. Мне бы хотелось продолжить знакомство с нашим городом. Маршруты пользуются большой популярностью. Если первоначально предполагалось участие не более одного отряда от каждого школьного лагеря, то сейчас количество участников выросло в несколько раз. Образовательные маршруты посетили уже более двух тысяч человек. Сегодня мы нашим четвертым отрядом ходили на экскурсию. Нам показывали экспонаты, то, что добывались в раскопках. Всякие, не всякие даже, а винтовки мостин, разорвавшиеся снаряды от гранат, шлема, колючие проволоки. На свежем воздухе и то, что показывают в живую, намного интереснее, чем показывают нам, допустим, с компьютеров, интернете. В живую лучше смотрится, как понимается это все. Ежедневно по четыре экскурсии в день для воспитанников пришкольных лагерей столицы Чувашии. Так сегодня проходят живые уроки. В ближайшее время к маршрутам планируется подключить и дошкалят. Запуск образовательно-развлекательных программ лета в парке, троллейбусные и автобусные экскурсии. Все это планируется уже на это лето. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов, Республика. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь, а впереди вас ждет еще полезная информация. До встречи. Сварщики, сантехники, электрики, монтажники, каменщики, кровельщики. Иными словами, рабочие профессии высокой квалификации. Какой бы ни была экономическая ситуация в стране, они всегда входят в топ-10 востребованных специальностей. Освоить эти профессии, повысить квалификацию, пройти переподготовку, научиться работать самым современным высокотехнологичным оборудованием предлагают в многофункциональном центре прикладных квалификаций «Умный дом». Его в рамках реализации майских указов Владимира Путина в 2014 году создали на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Отделением дополнительных образовательных услуг разработано более 52 рабочих программ по подготовке рабочим профессиям. Из них 32 профессии. Это непосредственно подготовка и переподготовка, повышение квалификации работников в отрасли жилищно-коммунального хозяйства, строительства и энергетики. В структуру центра входит несколько образовательных площадок. Одна из них – учебно-производственный полигон «Умный дом». В лаборатории современной электронной сантехники учащиеся ознакомиться с последними разработками в этой области, особенностями процесса монтажа, эксплуатации, ремонта. Мы изучаем санитарное оборудование, последовательность монтажа данного оборудования, способы установки и регулирования. Я думаю, что знания, данные мне в этой лаборатории, помогут мне найти работу и быть востребованным на рынке труда. Про эти обучения здесь могут даже те, кто по профессии сантехникой не связан, но хочет разбираться в этом вопросе, к примеру, при замене сантехнического оборудования у себя дома. В лаборатории изучения вентиляции и испытания котлов занимаются в основном те, кто уже имеет рабочую специальность, но хочет стать специалистом более широкого профиля или изучить новинки. Работаю сварщиком. Сюда пришел я, чтобы повысить квалификацию для себя же и на будущее. Мы изучаем теплоизоляцию и газовые котлы, кондиционирование. И как бы на будущих, может быть, и в профессии поменяется. Это очень хорошо оплачивается. В первую же для молодежи, конечно, это очень важный вопрос. Для сотрудников управляющих компаний, представителей ТОС, ТСЖ и всех, кто хочет грамотно управлять домом и экономить на отоплении, водоснабжении и других коммунальных услугах, в центре тоже есть весьма познавательный курс. Здесь можно изучить принцип работы автоматизированного теплового пункта системы отопления в зависимости от погодных условий и параметров тепловой сети. В большинстве домах уже стоят автоматизированные блочные управления, отопление и грамотное водоснабжение. Поэтому специалисты такого профиля будут очень востребованы. В лаборатории автоматизации инженерных сетей специалистов обучают управлять сетями дистанционно, то есть с одного пульта или места, программировать температурный режим в отопительный период. Здесь изучают контрольно-измерительные приборы и все виды датчиков. Для изучения современных энергосберегающих технологий в центре созданы лаборатории альтернативных источников энергии. На территории техникума функционируют ветрогенераторы и солнечные панели. Они не только служат учебным пособием, но и частично обеспечивают центр электричеством. Еще одна образовательная площадка центра – учебный центр повышения квалификации «Техно-Николь» Строительная Академия. Здесь все желающие могут пройти обучение по использованию новых кровельных материалов и гидроизоляции фундаментов. Обучение проводится по следующим направлениям. Устройство плоских кровель из битумно-битумно-полимерных материалов. Устройство плоских кровель из полимерных мембран. Гидроизоляция строительных конструкций. Устройство кровель с применением гибкой черепицы «Шинглос». Утепление фасадов. Строительные темпы ежегодно растут. Появляются новые строительные материалы и технологии. Наши специалисты и рабочие постоянно проходят обучение в учебном центре. После обучения рабочих специалистов зарплата где-то на 15-20% повышается. Потом ускоряются темпы строительства и качество выполняемых работ. Группы для обучения формируются по мере набора. Вся информация о центре, учебных программах, стоимости и сроках обучения на сайте Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова